Героям слава, ты смеешься, гумористы. Против Майдана выступали. Это АКС, да? ОКС. Выступал против Майдана и стал героями, да? Я не присутствовал там. Мы присутствовали. Герои? Да ну я просто делаю. Ребята, чем больше народа, тем больше народа. Но единственное, здесь нужно обязательно, чтобы должен был лозунг, чтобы разобрались с Иловайском. А здесь я не вижу ничего про Иловайском. И обязательно по Тернавскому сейчас стоит вопрос жестко. Тернавский, который защищает границы Украины, сейчас находится, воюет человек. Сейчас пришло указание генералов этих диванных снять человека, который воюет. И поставить на его место Литвина, которого здесь никто не знает, который сидит здесь. Нету неуважения у него, ничего. Неуважения ничего нету, понимаешь это самое? Поэтому сейчас стоит вопрос, чтобы отстоять Тернавского. Все, 17-я бригада, дивизия, вся за него, вся. А подковерные игры идут, о снятии и установке своего человека, тут не пройдут. По-любому мы этого человека отстоим, мы его знаем. Мы с первого дня войны его знаем. Сибо disabled, когда учусь на этого, а вот это написано, видите что? Нет. В 2012 году мыoby это досить нас граб вас грабить. В 2012 году мы собираемся гробить до «Миссии Рады». с этим прапором Лигою Підприемця. Это именно тот прапор, который стоял в форме. Помогали отставки Януковича. Почему черный прапор? Потому что мы избавлялись от ракового похмельника. Мы избавлялись от смерти. Мы только прошли первую стадию. Самую хирургию. А осталось еще далеко и важное лечение. Смертно! Нас торчит турбаза, с которой выходит вся ГИДОТа. Мы должны чистить наше общество. И поэтому мы этот прапор еще не запустим. Не снимаем. Твой сектор принимает сегодня участие в этом мероприятии? Что-то я его не вижу. Правый сектор – это важно. Добавцы есть. Я не знаю. Бонбас Украина! Донбас Украина! Донбас Украина! Можете сказать? Можете сказать. Люди умирают на Донбасе. А эти просто ходят. Смотрите, какие пары. Можете посмотреть, пожалуйста, какие пары стоят. В палаклавах? Да. Откуда они взяли эту форму? Ваш паспорт – это мой, я Криворожанка. А что вы тут делаете, Луганская область, пожалуйста? Я тут жусь. А что вы тут жусь? Вы Луганская область. Оттепер? Так. Достаньте, пожалуйста. Почему вам мои документы? Потому что я житель Кривого Рога. Я работаю. Извините, пожалуйста. Плачу налог. А вы Луганская область. Достаньте. Почему вы не афишируете свои силы? Да я вам дважды показал. Вы же свои силы. Не надо. Но вы не беженец, нет? Я переселенец. Нет. Достаньте, пожалуйста, покажите переселенец. А почему вы не отвоевываете вашу регион, а тут стоите? А наши хлопцы умирают. Я не собираюсь вам рассказать все подробности, почему они воюют. А наши хлопцы воюют и умирают. За то, что вы тут, извините, пожалуйста. Мои хлопцы там воюют. А вы тут. А вы тут. А вы тут. А мои, извините, воюют. Я хочу с вами разговаривать. Вы не ищите никакого компромисса. Вы даже не хотите слушать никого. Шановный, извините, пожалуйста. Я плачу подоходный налог. Я житель Кривого Рога. А вы Луганская область. Вы показали. Скажите, где вы мешкаете? Почему вы не защищаете свою область? Почему вы не защищаете свою область? То и те тут. Скажите, пожалуйста. Вы знаете, с августа месяца все мои данные находятся в Минобороны, в МВТ. Так, находятся данные. Но он не защищает свой регион. А что вы не можете? А что ноги перебило, руки перебило? Что вы не можете? Вы можете, шановный, вы можете. Доброе, что вы делаете для победы? Что я делаю? Так. Только что показали? Пятеро детей. У меня двое детей. 34 лет я работала, извините, на забудову нашего города Кривого Рога. Вы приехали. Почему вы не защищаете свой регион? Почему вы не можете участвовать в боевых действиях или как? Я понимаю просто, что не все переселенцы там. Для объективности я не против, если будет вторая сторона. Я скажу, что еще по 8 месяца, находясь там, в Луганской области, я обзвонил именобороны, и нацгвардию МВД, и Донбасс, и Азов. Везде оставлены мои данные. Я просился. Просился, ребята, возьмите меня к себе, пожалуйста. Сейчас берут, по крайней мере, тогда они мне говорили, мы берем сейчас свои ряды. Только те, кто проходил военную службу. Ну, то есть в армии отслуживали. Я, к сожалению, не служил в армии, я обучался. У вас военной кафедры была? Нет, военной кафедры уже на тот момент у нас не было. Ну, не брали. В конце 90-х лет уже переростка вот таких, после института в армию. Просто список. И поэтому вы... Поэтому я... А добровольческий отряд там? Я же говорю, да, я и в Донбасс звонил. Ну, в Азов звонил. И в Азов звонил. Все знают. У всех есть мои данные. Грядет следующая волна. Поверьте мне, ни за кого прятаться, я не собираюсь. Ну, сейчас 20-го числа вроде мобилизация идет. Добрый день, шановный пане. Знов прийшла до вас я. Ви ж коричите... Как вас зовут? Хотя бы имя. Эдуард. На всй канал. Ви журнал. Ви журнал. Ви журнал. Ви журнал. Ви журнал.